Сегодня в рамках празднования 433 дня рождения Волгограда жители и гости нашего любимого города стали участниками молодежного фестиваля на фоне Волги, побывали на гастрономической площадке «Вкус Волгограда», приняли участие в работе многочисленных интерактивных площадок на верхней террасе центральной набережной, увидели воздушных змеев на фестивале «Выше небо», посетили выставку ретро-автомобилей, увидели инсценировку боя кораблей Каспийской флотилии, прогулялись по уездному Царицыну начала 20 века в рамках проекта «Царицынская слобода» и поучаствовали в открытом турнире по шоссейной велогонке «Волжский ветер». Программа второго дня большого праздника получилась масштабной и очень насыщенной. Сегодня жители и гости города-героя Волгограда получили в подарок яркое и захватывающее авиашоу. В небе над акваторией Волги у центральной набережной прошел чемпионат России по авиационным гонкам на реактивных самолетах. Зрители с замиранием сердца следили за трюками профессиональных пилотов и поддерживали летчиков аплодисментами. Увидела все своими глазами и Светлана Ларикова. Головокружительные виражи и захватывающие дух маневры в небе над Волгой за звание чемпиона России борются пилоты из разных регионов нашей страны. За штурвалом крылатых машин 11 пилотов из Краснодарского края, Московской, Тверской и Тульской областей. Соревнования прошли на реактивных самолетах Л-29. Трасса требует особого мастерства. Воздушные ворота установили на барже и песчаных волжских отмелях. Дополнительным препятствием для пилотов стал ветер над акваторией. Но летчики смогли продемонстрировать скорость, точность и маневренность. Мне очень понравился масштаб, то, что как постарались сделать эти ворота. Очень нравится, как самолет пролетает между препятствиями и очень нравится шел в принципе. Мне понравилось то, что он так низко летит над водой. Я его в один момент потеряла. Авиационные гонки проходят по правилам самолетного спорта. Мастерство летчиков оценивают судьи всероссийской и международной категории. И пусть говорят, что первым делом для пилотов самолеты, а девушки потом, в этих соревнованиях воздушное пространство отважно покоряет и представительница прекрасного пола. Мне понравилось больше всего, как летают самолеты. Он делает сложные трюки и мне кажется очень сложным управлять таким самолетом. Я знаю, что один из пилотов это девушка. Это необычно. Я удивился, потому что впервые слышу, что девушка управляет самолетом. Мы недавно переехали в город Волгоград и мы с августа здесь теперь живем в вашем городе. И вы знаете, мы счастливы. Каждый день прям радость. Мы много гуляем в парках, мы много видим красивых мест. Очень много все сделано для семейного отдыха. То есть это очень здорово и классно. Волгоград, с днем рождения! Волгоградская область впервые принимала всероссийские авиационные соревнования в мае этого года. Захватывающие состязания состоялись на базе возрожденного авиаклуба имени Героя Советского Союза Александра Чеслова. Эта площадка стала подготовительной базой для пилотов и в этот раз. Организаторами мероприятия выступили Всероссийская Федерация авиационных гонок и региональный комитет физической культуры и спорта при поддержке администрации Волгоградской области и Волгограда. Русские авиационные гонки – это уникальное сочетание спорта высших достижений и шоу с использованием легендарной авиационной техники. И такой спортивный праздник стал отличным подарком для волгоградцев ко дню города. В этот прекрасный день мы поздравляем наш любимый и славный город Герой Волгоград. С днем рождения! Желаем всем жителям города счастья, здоровья, благополучия всего самого наилучшего. Рискованные, но очень красивые соревнования для тех, кто влюблен в небо, покорили сердца жителей и гостей Волгограда. Светлана Ларикова, Виталий Грищенко. Время новостей.